Продолжение следует... 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 И пятница это праздник для мусульман, так как посланник Аллаху сказал, Аллах сделал этот день праздником для мусульман, привел Ибн Маджи от Ибн Аббаса, ради Аллаху Маранту. И выделил пятницу, среди обычных дней Аллаху Аталию выделил ее особым поклонением, потому что подобного пятничного намаза нет такого намаза. И еще, в этот день принимается два мусульманина, который час нам неизвестно, но принимается. И со словом Бухурая, ради Аллаха Амбу передается, что одна из посланник Аллаху сказал о пятнице. Есть в этот день определенный час, если раб Аллаха, являющийся мусульманином и совершающий в это время молитву попросил о чем-нибудь Зивушнего Аллаха, то он обязательно дарует ему это. Привели имам Бухари в 935-й хадисе, имам Мусульм, 850-й хадисе. В послании Аллаха Асаллаху Алигуаса, продолжает Бухари, сделал знак рукой, вот такой, показывает, что этот час, этот промежуток, очень мало. И поэтому мы должны постоянно, не отвлекаясь на пустые разговоры, хотя бы в этот день, постоянно вас призываем оставить свою торговлю, дунью, какие-то проблемы, семейные хлопоты, посвятите полностью Аллах Асаллаху Алигуаса. Один день в неделю можно посвятить, один месяц, который Аллах Алигуаса, можно посвятить. И какие-то частички времени, намазы можно посвятить Аллах Асаллаху Алигуаса. Аллах Алигуаса – 24 часа. Если подумать, мы из них посвящаем Аллах Алигуаса, мы обязаны максимум час. Неужели мы час не можем посвятить нашему Господу, и 23 останется нам 23, а нам всего лишь этого мало, и мы хотим полностью 24 не посвящать Аллаху. И семь дней он дал нам, и один, даже для нашей пользы, он сказал, упоминайте Аллаху, просите, и будет вам дано. И в этот день мы тоже проявляем беспечность, оплыниваем, занимаясь своими делами, хотя Гансума, считая, делаем его благотным, старались сделать его, посвятить упоминанию Аллаха, собраться, выйдеться, поговорить с друзьями, с близкими, упомянуть Аллаху Алигуаса, и мы хотим купить иман, почему? Потому что в Джамаде наш иман подирижается, как батарейка, а потом опять он садится. И день Чума совпадает с днем в раю, который называется Аль-Мадрид, что означает дополнение, добавок. И отличается он тем, что в этот день, иншаллах, и пусть это нам будет суждено, обитатели рая будут собираться и созерцать своего Господа. А не видеть его воочию, ваше Аллах, велика Аллаха, и не будет для них ничего более желанного в раю, чем приход дня пятницы, чтобы еще раз созерцать его лик, и еще раз удостоить его щедрости, которую он одаряет только в этот день. Аль-Хамду лилля, и поэтому мы надеемся, что мы и в этой дуне проведем пятницу на должном уровне со всеми серьезными судьбами, на том свете Аллах Спортале позволят нам собираться и лицетереть его лик, что есть наивысшая награда для Аббады и Бабы. И день Чума – это лучший день, опять повторю, так как посланник Аллаха Салабу Алейхи Васалям сказал, лучший день для вас – это пятница. Благословляйте меня больше в этот день, то есть произносите Салаваты, ведь ваше благословение будет доведено до меня. Исподвижники спросили, признану Токи Алей, «Как же наше благословение будет доведено до тебя, Салабу Алейхи Васалям, после твоей смерти? Ведь ты истреешь». Как посланник Аллах Салабу Алейхи Васалям объяснял, что человек, когда умирает, он истревает. На что пророк Салабу Алейхи Васалям сказал, «Всевышний Аллах запретил земле поедать наши тела», то есть тела пророков Абудаул, 1047-й, Адейский был Маджи, 91-й, Адейский был Маджи, 550-й. То есть ангелы будут доводить до постальника и будут записываться, кто действительно давал ему салабу, а кто пренебрегал его. И тот является самым жадным из людей, кто когда произносит им пророк, говорит слово или постальник, и он не говорит салабу. И постальник Аллах Салаб сказал, что в этом ходите, это самая жадность человек. Поэтому мы должны говорить салабу Алейхи Васалям, да благословит Аллах его и приветствует. Это ищет, это ист покорность Аллаху и посланнику. И не надо думать, исходя из этого хадиса, что ага, до пророка доносится Аллаху Алейхи Васалям, значит можно делать дуа и просить ему. Это уже крайне форма заплуждения. Никто не говорит, что просить и делать дуа, и говорить салабу Атой одно и то же. Салабу Атой, высловит Пророку, мы должны всегда, а делать дуа и посвящать наши дела только Аллаху Салабу Аталия, так как в другом хадисе приходит, что дуа это тоже поклонение, а наше поклонение должно посвящено только Аллаху. Если посвящено кому-то другому, пусть это будет ангел, или Пророк, или любой другой человек, или что-то, это будет черт и многобожие. И человек навсегда из этого будет в бак и никогда не будет прощен. Поэтому я предупреждаю вас, что вы правильно понимали хадисы и нестолковали слова. Довольцы Аллаху, ага, значит он слышит, можно просить, значит он донесет нашу мольбу и так далее. Да, Аллах, нет, это не так, это заблуждение, это ересь, это выход из ислама. И, аль-хамду лилля, аль-хамду лилля, дальше посланник Аллаху салям обрадовал нас тем, что смерть в день Джума является признаком благого конца для верующего. Аль-хамду лилля, дай Аллах вам, чтобы наша смерть пришла в этот благословенный дел. И передается хадисы, кто умрет в день Джума, или в ночь на пятницу, тот будет защищен от смуты могилы. От фидды, от смуты могилы, иншаллах, он будет завещен в день Джума. А если человек умер, это может свидетельствовать о том, что его конец благой, а там гуляет его Господь. И пятница в день, когда укрепляют связи между верующими. И многие из вас нашли здесь друзей, даже братьям. Друзья тут неправильно будет сказано, братьям, сестрам, нашим сестерам. И Джума сплачивает именно в пятницу, когда люди приходят, скучают у подруга, и с такой надеждой идут, первые поминуты Господа, конечно, а затем встретятся с ним, кого не видели давно, целую неделю, это давно, и узнают, что ваш брат здоров и так далее, таким образом укрепляется Джума. Укрепляется Джума, и мы видим на лицах наших братьев искреннюю радость, пришли к четверг другу, и искренние отношения крепнут и укрепляются. Давайте посмотрим, как проводил Джума, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Посланник Аллах, саллаху алейхи вассалям, возвеличил этот день, уделял ему особое внимание. Петр, саллаху алейхи вассалям, совершал полное омывение гусы. День Джума надевал лучшую одежду, умощался благовониями. Сообщается, что Сайман Аль-Фариси, ради Аллаха, передал следующие слова посланника, саллаху алейхи вассалям. Если человек совершит в пятницу полное омывение, очистится так тщательно, как только сможет, смажет свои волосы и умастит тело благовониями, которые имеются у него дома, после чего отправится на пятничную молитву и не будет расталкивать едящих и ана мечети, особенно это касается средневеживостного мусульман, сколько наблюдали. Если ты опоздал, тогда занимай за это место. Поэтому человек в другом хадисе не скажет, что он приходит пораньше. А расталкиваться и брать, вылезать вперед, это и есть грех. Ты зарабатываешь себе ошибку тем, что ты обижаешь своего брата и умоляешь свое достоинство. И по-моему, это столько, сколько было бы угодно Аллаху, то есть пока не призвали, не настало время Джума, можно читать дуга, приветствие, мечети, дуга-намаз, или же молитву после азана, так как у нас два азана, это можно читать. А потом будет хранить молчание, внимательно слушая слова имама. Ему обязательно просятся грехи, совершенные им между этой и предыдущей пятницей. Передойный имам в Бутарии в 883-е конвизии. Так же передается от Абу Аюба, ради Аллаха Амху, что он слышал, как посланник Аллаху, сказал, кто совершит полное моление кусы-пятницу, умастится благовонием, если у него есть. Сейчас, думаю, проблемы нет с этим. Одень лучшую одежду, лучшая одежда, это белая одежда, напомню вам, посланник Аллаху, почти постоянно на Чума и на каждый намаз наносил белую одежду, он любил цвет, это считает и суммой, поэтому, если у кого есть, старается хотя бы при этом забывать белую одежду. Затем, сохраняя спокойствие, пойдет мечеть, затем совершит намаз в мечети, не причиняя никому, каких-либо неудобств, это приветствие мечети обязательно, без этого нельзя садиться, совершать нужное приветствие мечети. Затем внимательно выслушает проповедь, когда вы, имам, и встанет на мимбах для проповеди, а затем прочитает намаз, то будет для него свет искуплением его грехов, совершенных между двумя пятницами. Привел имам Ахмад, Рахимулла 420, и Банхузаевна назвал хадис достоверным. Следующий, когда спортизники содиались, рейбанулой галей для пятничного намаза Ахмад Мухаммад, саллаху алейхи асалям, выходил к ним, приветствовал их, затем поднимался на мимбах, поворачивался к ним лицом, еще раз приветствовал, затем садился. В этот момент Биляль, ради Аллаха, начинал произносить азар, призыв к молитве. После окончания азарта, посланник, Ахмад Ахмад, саллаху алейхи асалям, вставал и произносил пятничную проповедь, опираясь на посох, или же лук, во время джихада военных погодов. И приводит этот хадис, Абубаул, 1096 хадис. Иброг Мухаммад, саллаху алейхи асалям, произносил пятничную, губу стоил. Затем садился на короткий отдых, потом вставал и произносил вторую пятничную губу. Преводит Аль-Бутраев 920 и во мыслях 861 хадисы от Иброг Мухаммад, саллаху алейхи асалям, велел своих сподвижников садиться рядом с ним поближе и внимательно слушать. Однажды он сказал человеку, который попросил своего друга помолчать во время пятничной проповеди. То есть кто-то что-то у него спросил, он сказал, пожалуйста, помолчи ты мне мешаешь. И этому человеку, Иброг Мухаммад, саллаху алейхи асалям сказал, ты сказал вечно неподобающее. То есть пругал его за это. То просто сказал, пожалуйста, помолчи ты мне мешаешь. Он сказал, ты сказал вечно неподобающее. Что нам говорит, когда я вижу, когда я болтаю, хорошо вы не виделись давно, но кудба, проповедь, это не время это разговоры. Когда закончил, дадим салям, прочитай этот судно, бессмеряем, мы все встретимся, чай попьем, посидим, обвиняемся новостями, узнаем что-то новое, и будет время для общения. Но для каждого дела есть свое время. Вот пятничная кудба, у нее есть свои положения, свои форматы, уважения, не нарушайте, не нарушайте свой намаз. И приводит традиция Абукария, 934, Иванускин, 851, традиция Абукария. Проект на себя пятничную проповедь, посланник Аллаху, Абукария, Абукария, говорил громко. Глаза его становились красными, и усилился его гнев, особенно, когда речь шла о приближении часа. Об этом говорится имама Муслима, хадис 861. То есть, когда он рассказывал, что он на судно гнев, он очень сильно гневался, так как боялся, что его сподвижники сооткрываются с пути. И в другом хадисе он ему говорил, «Вы подобно моделькам». Я подобен человеку, который держит вас заслезал, то есть, вот эти пояса, за пояса, но вы прерывались у меня из рук, и летите в огонь. «Подобно моделькам». Это он говорил своим сахамом. Что про нас говорить, когда мы, не зная, как этот слово выбрать, уже летите было использовано, мы стремимся в огонь. Мы бросаем все, или делаем все для того, чтобы Аллах прокалил, берет нас в огонь. Оставляем с туры все, что можно. Даже в руки спарта оставляем по своей небрежности, халатности, кто-то говорит, знание до меня не дошло, кто-то еще что-то говорит, всякие ненужные вещи говорят, за которые обязательно будут наказаны, и обязательно может быть именно за это слово Аллах Маталя вернее человеку на 70 лет пути, как сказал Басканин Аллахи. Человек скажет слово, за которое Аллах Маталя вернее в его банк на 70 лет пути. Когда доходы до многих доходят постоянно, они говорят, что я пока не понял, до этого надо идти, дорасти, намазы читают, какое-то еще дело не делают, и так далее, и так далее. И за это обязательно, это есть сам по себе страшный грех, ты отрицаешь религию Аллаха, подаваться, и это правда. Обязательно ты за это будешь нечанал наказан, если не сделаешь полку. Во время пятничной проповеди, это во время пятничной проповеди, не говорится о приветствии и прощании, но во время пятничной проповеди, род Мухаммад, а во время пятничной проповеди, при упоминании Аллаху, слонтально, поднимал палец вверх. И также он поднимал руки вверх, когда делал дуа, то есть спрося Аллаха о чем-либо, особенно о дожде, он просил, и не говорили, пять пятничных проповедей. И дает Имамускин 874, Абуталу 1104, Анна Саид 108, И Аль-Бухари 1013, Имамускин 897, Коррес. После пятничной проповеди, послание Николады молитвы, послание Николады, солдат Абуталу алейкумсалям, совершал двух кракатный намаз дома. А если в мечети, то велел, и сам совершал, и велел другим совершать четырех кракатный намаз. Это после того, как мы завершим джума намаз, то есть обязательно бас, намаз. И приводит Абисталям Имам Абуталу 1130. Ад-Ибунамара передается, что Проксаллаху алейкумсалям, совершал двух кракатный дом после пятничной джума, Аль-Бухари 937, Имамускин 882. И от Абуталу Абуталу передается, что послание Николада, Саллаху алейкумсалям, сказал, если кто-то из вас совершил пятничную молитву, то пусть совершит послание четыре краката, Имамускин 881, имеется в виду мечети. Но дома совершить лучше. Но на сегодняшний день у нас в мечети, к сожалению, столь малочисленны, что пока до дома доберешься, возможно вступление в следующий намаз, и поэтому надо совершать эту молитву в мечети. А так, имамускин, если послание Николада, Саллаху алейкумсалям, сказал, не превращайте ваши дома в могилу. То есть на могилах не читается намаз, поэтому обязательные намазы мы обязаны, мусульмане, совершать мечети, собираться на джамаах. Но желательно совершать сунду дома. Идти домой и совершать два или какие-то, после пяти обязательных молитв, есть сунда, совершать этот дом. Тем самым оживляя ваши дома, не превращая их в могилу. Таким образом, то, как посланник Аллаха, Саллаху алейкумсалям, проводил день Джума, говорит о том, что достоинства это дни великие. И сегодня мы видим, как мечети, аль-хамду лилля, во всем мире собираются мусульмане на пятничную пробовать в Маликву. И аль-хамду лилля, по многим мечетям не хватает места для того, чтобы мусульмане нашли. У нас еще есть место, мы с этим расчетом и строили, аль-хамду лилля. Поэтому мы считаем, что он будет увеличиваться. Но день Джума, этот день мы должны соблюдать, возвеличивать. Давайте, иншаллах, на этом сегодня остановимся. На следующей части поговорим, что мы обязаны делать в этот день, что запрещено делать, гусульмане является обязательным или нет. И если сумма до Джума и так далее, то давайте оставим на пятницу. Так как посланник Аллаха, саллаху алейкумсалям, это его сумма, он делал обыкородки, но емкими, так что люди понимали, чтобы не задерживать и не затруднять людей. Давайте во всем будем следовать в послании Аллаха, саллаху алейкумсалям, и когда его имя произносит, произносит саллаху алейкумсалям, вам уже хуже, когда вы это не делаете. Если вы хотите быть записываны самыми жадными перед Аллахом, ваше право. Но если вы хотите аджи, особенно в этот день, награду, то произносите больше саллаху, саллаху алейкумсалям, саллаху алейкумсалям, и делайте дуа, обращайтесь. Особенно сажда, сейчас будем читать намаз, и, иншаллах, самое лучшее время для дуа, это сажда. Я специально оставляю время, и сам делаю дуа, и вам рекомендую очень настоятельно в это время делать дуа, Аллах, Абхаттаба, который сказал, ислам, соблюдение шариата, всего, а не то, что нравится человеку, а то, что не нравится, оставляю и выбрасываю, является той причиной, по которой Аллах, Абхаттаба, возвеличил вас и поднял. Напомню, что полуголым, полуголокным сахабам Аллах, Абхаттаба, даровал почти весь мир. А когда начали последующие поколения отходить от ислама, Аллах, гнизил мусульман. И дальше, Абхаттаба, сказал, Ислам будет являться той причиной, по которой Аллах, Монтарь, унизит вас. То есть, если вы будете отворачивать Аллах и оставлять его шариат, обязательно Аллах, Монтарь, унизит вас. И поэтому каждый человек, который оставляет что-то из шариата Аллах, Монтарь, является уже униженным. И сейчас такое положение. Поэтому каждый должен сам быть мирилом для себя. И мы должны объединяться, Абхаттаба, не разъединяться. И пусть Аллах, Монтарь, припитываться на этом пути, возвеличить, даст достойно прожить эту жизнь, достойно сарабу и пройти по пути послания Аллаха, Саллаху, Алисаляму, и чтобы наша смерть пришла пятницу и она была благое.